Если долго, очень долго смотреть звездное небо, там можно увидеть Анастасию Хроменкову, которая рассказывает, что ждет на этой неделе. Доброе утро. Доброе утро. Пристоящая неделя, все хорошо, спасибо. Очень интересная неделя у нас. Вообще скопление планет в знаке Скорпиона. Скорпиона? Скорпиона. Мой знак, ну-ка, по-другому. Что-то разошелся. Так, покойно. И Меркурий у нас перешел в знак Скорпиона. Поэтому речь, контакты между людьми, характер общения будет более язвительный. А я это почувствовал. Да, более язвительный, более активный. Поэтому стерегайтесь любых споров. И это, конечно, очень хорошее время для того, чтобы посвятить время делам там, где нужно думать головой. Лучше на этой неделе работать. Это касается Скорпионов или всех? Вообще на этой неделе, ближайшей неделе, хорошо думать, хорошо заниматься самоанализом. Потому что когда солнышко проходит по знаку Скорпиона, и Меркурий проходит по знаку Скорпиона, это время, когда мы можем погрузиться в себя. Мы можем увидеть свои слабые и сильные стороны. Мы можем увидеть свои комплексы. Это время очень хорошее для освобождения, очищения от всего старого и ненужного. Но это, получается, надо наедине с собой побыть? Или как это увидеть? Как правило, люди склонны больше погружаться в себя. То есть мы будем видеть в себе, в других людях, очень много даже каких-то проблем. Потому что пора года осень. Грязь. Все связано. Ну, как бы и в природе, и в жизни вычищается все вот это вот ненужное. Поэтому время хорошее использовать это время для себя. Ну, конечно, последние градусы Скорпиона с 15 декабря, все процессы внутренние, они только усилятся. И у многих людей могут быть глобальные перевороты в жизни. Но если предстоящей недели, то 9-е, 10-е, ноября солнышко будет находиться в позиции с планетой Уран. Уран – это неожиданность. Солнышко – это наш дух. Поэтому многие люди будут склонны какие-то предпринимать на импульсах решения, о которых могут впоследствии пожалеть. А, плохо наоборот. То есть понедельник, вторник – не горячиться, пять раз подумать и один раз делать, да? Да. И многие будут очень требовательны к своим детям. Будьте осторожны, потому что между людьми, между детьми и родителями могут отношения быть более напряженные. 9-е, 10-е, 11-е, 12-е ноября. Марс в квадрате Сатурном. В квадрате. Действия, да. Квадрат – это напряженный аспект. Наши действия будут ограничиваться. Поэтому у многих людей судьба может развернуть в том случае, если они двигались неправильным путем. Следующий важный аспект благоприятный. С 13-го ноября до конца месяца Венера, планета красоты, будет в гармоничном аспекте с Марсом. Поздравляю тебя! Твоя планета. Поэтому отношения между мужчинами и женщинами будут более гармоничны, будут переходить романтическое русло. Это как раз-таки под конец недели, да? Уже с 13-го до конца месяца. Шикарно. Шикарно. Время. Что можно сделать для тех, кто в отношениях? Признаться в чувствах, подарить святые. Ну, вообще, очень долгий период. Романтическое свидание. Да, Венера будет находиться в знаке Козерога вплоть до 6-го марта. А в Козероге Венера такая дисциплинированная, немножко сдержанная, спокойная. Декабрь, 2021, январь 2022 года. Поэтому многие отношения, которые не решены, могут подниматься на первый план. И нам уже нужно будет дорешать, договорить то, что мы не договорили друг другу. То есть принять решение уже. Да. Или идти дальше вместе развиваться. Или разрываются отношения. То есть когда этого ждать? Январь, февраль. Примерно. Декабрь, январь. Венера очень долго в Козероге. Поэтому она очень серьезная, стабильная. И серьезно относится к жизни. И поэтому многие будут смотреть на тему отношений именно так. Хотел задать глупый вопрос, но как-то... А вот задайте же. А можем ли мы как-то все вместе повлиять на Венеру или на квадрат Марса? Конечно. Мы же можем энергию правильно использовать. Мы можем жить согласно ритмов природы. Если планета идет в сложной позиции, она может давать проблемы. То есть проблемы не сама планета дает, а мы сами можем через эту энергию показывать свою слабую сторону. Это время хорошее для проработки своих проблем, комплексов и так далее. С 14 до 17 ноября будет сложный аспект «Солнышко-квадрат Юпитер». Поэтому социальные какие-то аспекты могут усложняться. Этот аспект будет проявлен тем, что могут быть убытки в деловой сфере. Мы можем быть расточительны в финансах. В этот день мы будем очень ленивы и очень сильно падает работоспособность. Вот именно эти вот пару дней. Ну, конечно, сама энергия Скорпиона в ближайшую неделю, она очень непростая. Поэтому будьте друг к другу внимательнее, терпеливы, рассудительны. Постараемся. Спасибо вам большое, что вы и нас с Артемом, и зрители информируете, вот что ждет на этой неделе. Где нужно лишний раз что-то перепроверить? Где соломку себе нужно постелить? Всегда рада. Ну, а мы продолжаем. Оставайтесь вместе с нами на «Беларусь-2».